На несколько дней Славянск-на-Кубани стал центром спортивной жизни всей страны. В спортивном комплексе «Лидер» прошли финальные соревнования по настольному теннису в рамках восьмой летней спартакиады учащихся России. За настольными дуэлями лучших теннисистов страны следили наши корреспонденты. В соревнованиях приняли участие более ста спортсменов. Побороться за звание чемпионов в Славянск-на-Кубани они приехали со всей России. Архангельск, Москва, Чувашия, Алтай, Хакасия, Дальний Восток, Республика Крым. Всего 21 регион. У нас 16 сильнейших команд юношей, 16 сильнейших команд девушек. На стольном теннисе система проведения соревнований называется прогрессивная олимпийская система, когда все играют вроде по олимпийской системе, но каждый получает свое место. Пять игр. Три игрока в команде, они там хитро переставляются. Как только какая-то команда наберет три выигрыша, она проходит дальше. А проигравшие начинают играть за более низкое место. Спартакиада учащихся России по настольному теннису – это серьезные профессиональные соревнования. В них принимают участие только лучшие спортсмены. Каждый выступает со своей ракеткой. Перед началом матчей по техническому регламенту спортивный инвентарь теннисистов тщательно проверяется судьями на соответствие установленным нормам. Только после выполнения всех технических требований юные теннисисты допускаются к игре. Даниил Соколов приехал из города Чебоксары, республики Чувашия. В их команде четыре спортсмена. Уже после первых игр ребята поняли, что за победу здесь придется бороться до последнего. Мы сейчас сыграли одну игру с Хабаровским краем. Пока лидируем 2-0 и сейчас завершающая игра идет. Мы приехали по бороться за призеров. Нам поставили задачу попасть в три. Если мы сейчас следующую игру выиграем, мы попадем в тройку. За выступлениями юных теннисистов напряженно следили не только тренеры команд, но и родители. Многие приехали вместе со своими детьми, чтобы поддержать их на таких серьезных соревнованиях. Мы приехали из Зеленогорска, Красноярский край. Я активно болею за своего сына, Осипова Дмитрия. Неудачно начали мои, за кого я болел. Проиграли две игры. Проигрываем 2-0. Мой сейчас три выиграет. Соревнования проходили в течение двух дней. В первой половине дня играли мужские сборные. После обеда – женские. Нина Мальченко – тренер женской сборной по настольному теннису Хабаровского края. Ее подопечные стали победителями всего Дальневосточного региона. И теперь тоже приехали побеждать. Настрой у нас хороший. Мы уже не первый раз на России выступаем. И уже дети знают нокаут. У нас сложности есть определенные. Потому что мы находимся далеко от центра. Акклиматизация идет. Но дети уже более-менее подготовлены. И они учатся справляться с эмоциями. Главное, чтобы они игру свою показали. У нас стоит задача, чтобы они показали то, что могут. Спортсменки из Хабаровского края на Кубани в первый раз. Наш город гостям с Дальнего Востока запомнится гостеприимством, фруктами, жарким солнцем. А сами соревнования хорошей организацией. Зал очень хороший, потому что профессионально чувствуется, что покрытие хорошее, свет очень хороший, кондиционер работает. И очень комфортные условия для игры. И поселили нас, конечно, в шикарных условиях. Дети довольны. Честь Краснодарского края в составе сборной защищал наш земляк. Учащийся 18-й школы Руслан Черкес. Настольным теннисом он занимается уже больше шести лет. На сегодняшний день Руслан – чемпион Южного федерального округа, серебряный призер первенства России. Возможность играть за сборную края – это большая ответственность. Поэтому без волнения перед матчем не обошлось. Играли с Московской области. Но первые игры все время на Мадраже. Ну, выступили как бы не очень первые, но выиграли 3-0. Мы будем играть сейчас с Нижним Новгородом. Если мы выиграем, то мы играем за выход в первую с Москвой. Там если в Москву выиграем, то играем за первую, а если проиграем, то там играем за третью. К сожалению, ожидания кубанских спортсменов в этот раз не оправдались. Им не удалось взять бронзу. По итогам соревнований наши теннисисты стали четвертыми, девушки – седьмыми. Педестал почета заняли спортсмены из Санкт-Петербурга, Москвы и Ленинградской области. Среди девушек первое, второе, третье место разыграли спортсменки из Нижегородской, Самарской областей и города Москвы. Анна Монастыренко, Александр Косицын, программа «События».